Репутация русских в Дании растет. Самого начала дать рывка. Но это не об этом. Ловел ап. Я уверен, мы справимся. Ночь уже 4 февраля, и где исполнилось 29 лет. Я всегда представлял свою жизнь до и после 30 лет. И недаром мы выставляем себе дедлайны, чтобы в последний момент дать рывка. В конце года принято подводить итог и ставить цели. И я этого не делал в Новый год, потому что я сделаю это сейчас, на день рождения. Сейчас 4 февраля, четверг. И я хочу выпускать по одному видео в неделю. Давайте условимся. Я буду выпускать видео по четвергам. О чем же будет видео? Это русская диаспора в Дании, в Копенгагене. Это бизнес. Это моя история жизни. Бизнес других людей. Путешествия. И по пути еще что-нибудь придумаем. Я думаю, вот что вы скажете насчет интервью. Многим будет не только просто интересно, но и полезно посмотреть, как живут в Дании. Я очень надеюсь, что эти видео будут вас мотивировать к достижению ваших целей. Репутация русских в Дании растет. И еще 10 лет назад большинство наших здесь были беженцы, прошедшие через ад лагерей. Работяги, гастарбайтеры, бандиты, люди, бежавшие от закона. И тяжело было искать друзей. Нет, я не говорю, что не было классных людей, студентов, высококвалифицированных рабочих. Были. Но их было мало. Их было тяжело искать. Сейчас же все больше и больше с каждым годом приезжает таких специалистов, как IT, инженеры, доктора, научные исследователи. Все больше и больше позитивного, позитивно мыслящего, классного народа, который мы и хотим видеть в своем окружении. С самого начала, с моей самой первой вечеринки, с первой мафии, с 2015 года у нас не было ни одной драки. У нас отличная репутация мероприятий. И единственное, кто нам пытался подпортить репутацию, это вошедший в доверие и, к счастью, уже сидящий. Александр Решала, кто помнит, надо будет выпуск. Может, следующий, один из первых, расскажем про него. Так вот, он единственный, кто вызвал какой-то негатив и попытался испортить репутацию, потому что он не только попользовался, воспользовался моим именем, но и после того, как его вскрыли, он начал пакостить. Но это не об этом. Кстати, в эту пятницу начинается фестиваль света в Копенгагене. Город уже украсили. Разные световые инсталляции, фонарики. В пятницу в 5 часов мы встречаемся на Нью-Хаване напротив оперы через канал. Вот там вот Офелия Плац. Смотрите у нас в чате. Олевский двор в Телеграме. Одевайтесь потеплее, берите с собой термосы, фляжки. Но мы будем обязаны идти по 5 человек. Я уверен, мы справимся. В начале, наверное, минут 15-20 мы встречаемся, знакомимся, выбираем, с кем идти дальше. Час мы идем от Нью-Хавана в сторону Ратушной площади. Но после того, как мы придем на Ратушную площадь, нам придется разойтись. Мы не сможем продолжить все вместе, да? Мы вот делимся на группы и расходимся в конце. Но мы не можем провести ни одного мероприятия. Давайте хоть погуляем. Погуляем по красивому, украшенному городу. Мы все разные, но я верю, каждому найдется друг. И может самим тяжело найти, но я постараюсь выступить этим катализатором, который поможет вам найти компанию. Знаете, уже не одна семья даже сложилась на мафии. Привет Жене с Олей. У них даже ребенок уже родился. Итак, для завершения я хотел бы поздравить себя с днем рождения. Хочу пожелать себе не сдаваться. И надеюсь, вы поможете мне встретить мои 30 лет через год громко. И до закончится ковид. Ура!